Вечный суд Божий Вечный Вечный Поэтому когда смотришь Вот сегодня я смотрел какую-то Вот я вот этот фильм Украина в огне посмотрел Там была такая надпись Кризис Украины И я уже вижу суд Суд Там где кризис там суд То есть кризис они разные бывают То что это суд это точно Есть знаете такая Вот у христиан Сейчас Вот в тему суда Не осуждай Не надо Смотри И с одной стороны да Это выглядит Правильно Наверное в 90% случаев Правильно Закрыть рот Но Надо не забывать Что Библия нам говорит Делать две вещи Испытывайте духов То есть Когда мы видим Какое-то пророчество Какое-то там знамение Какие-то проповеди Какое-то человек Мы ответственны Не за то Чтобы глотать все это А Бог разберется Он сказал нам Испытывайте духов От Бога ли они Потому что могут быть не от Бога Да И второе Если кто-то пророчествует Остальные Сказано Рассуждайте на эту тему Это не грех Подвергнуть сомнению Там или Я не хочу просто Из-за того что это из уст там Великого какого-то человека вышло Это 100% истина Это не факт Вообще не факт Вот смотрите Здесь Кто знает сколько книг 66 Книг Из них В Новом Завете сколько 27 И в Ветхом 39 И как минимум Здесь несколько десятков людей Которые Бог доверил писать Вот эти вот вещи Писать Так вот Я верю что Эти люди Здесь нет никаких Ошибок в том Что они писали То есть Вот здесь Ошибок нет Вот здесь нету Какого-то Знаете Ну Он всплыл Павел И написал такое Иисус Занервничал И так сказал Или Иоанну Там не понравился Иуда Потому что Это слишком Ответственно Чтобы вот так вот Какие-то допускать Просчеты Знаете Вот есть такое вот Допустим Какое-то дело В государстве Делается И президент Лично его контролирует Под личным Вот Как руководством Непосредственно Самого главного Потому что Дело Такой важности Что нельзя это Доверить вот Кому-то другому Так вот Сам Бог Лично Руководил Этими людьми И давал нам Это слово Все остальное Что вне Этих Шести книг Ошибки есть У всех Проповедников Чудотворцев Пророков И апостолов И всех Вот кто Там есть ошибки Поэтому Когда Вот мы с кем-то С одним общались Ты ошибаешься Нет Для меня Уже 50% Это знак вопроса Сразу Если человек О себе такое мнение Что он никогда не ошибается Это уже очень Странно Да Да конечно Я могу ошибаться Да бывает Что мне кажется Что это Как вы помните Про Моисея Все это история За что он В Хананта не вошел Бог ему сказал Пойди скажи Скале Помните Моисей уже гневался Застал уже Пить Дай пить Дай пить И Бог сказал Скажи Повели скале Она даст воду Он подошел И стал говорить Израилю Тем не взям в воду Что ли с этой скалы И долбанул ее посохом Ну то есть гнев И Вода пошла Но Бог сказал Ты явил Меня таким Каков я не являюсь Я не делаю это В гневе В каком-то таком И за это ты не войдешь В землю обетованную Вот это ответственность Божьих людей Поэтому бывает Что мне кажется Что это Бог А это я Мне вот не понравился Товарищ А мне кажется Бог его тоже не любит Таким же образом Но это моя душа Потом проходит там Год два три Ты понимаешь Да это было глупо С моей стороны Вот так думать Хорошо если ничего еще не сделал Или не сказал Так говорит Господь Ты гадина такая Воду будешь гореть Свиня Это точно Бог сказал? Точно Я уверен Да нет Это душа обиженная Так говорит Поэтому ошибки могут быть Могут И Смотрите Поэтому нам надо испытывать Проверять Смотреть Не важно какой там Вася Пупкин знаменитый Это высказал Давайте смотреть И Вот сегодня Еще Одна вот Глубокая вещь Может быть Вот это вот Слава Богу Вот это вот Вот это вот А вот это не очень Сразу скажу Ну не надо сюда полагаться Это ж сколько раз уже подводило Еще немножко глубины Господь дает Я не знаю почему Наверное так надо Потому что суд Мы его Чуть коснулись И главное Чтоб все поняли Что Господи Сколько там еще Сколько там еще И Еще один Вот сегодня Такой вот вопрос Смотрите Я сейчас кое-что вам прочитаю Вы скажите Как вы к этому относитесь Сейчас Вот такое Высказывание Одного служителя Если Второй Коринфянам 1.24 Вот Как вы Такое Такое А люди Серьезно Это разместил Пастор один Которого я хорошо знаю Не какой-то Младенец Он действительно Он сказал О Супер Мощно сказано Так и есть То есть Он бы не говорил Если бы посчитал Это за шутку Почему Люди так Говорят Да Можно найти Ну какие-то основания Для этого Вот Павел там Радуйтесь Написал Да можно сказать Вот Но Одновременно с этим Если человек знает Писание И честен Он Сразу вспоминает Вещи Когда апостол Павел По голове не гладил А Акарифин Да я огорчил вас Моим посланием Но я не жалею Что я это сделал Галатов Как он там рвал Достаточно было Моментов Когда Павел Реально огорчал И там Столбик радости метра Уходил уже в минус Там наверное Плакать людям Хотелось Когда читали Такие послания Павла Но это не говорит Что от него Что он не божий Апостол был Или Служитель Но Если у нас Как бы Мы играем В такую игру Мы Ищем только то Что нам нравится Вот кто-то сказал С кем мы общались По-моему Или со Славой Или с кем-то Что вот Появилась у тебя Шкода Как у тебя Шкода Фабия И ты везде Эти шкоды Фабии Начинаешь замечать В городе Правильно? Ну да Раньше ты не видел Что их так много Или мало Ты просто не обращал внимания Так вот Есть и у нас так же Да Вот ты на что-то зарядился Радость 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 Ты начинаешь везде это видеть В Библии Не замечая Ну что не все Вот так вот Однозначно Просто не Ну как бы Пролистывай Не задерживайся Не будем задерживаться Всегда радуйтесь Аллилуйя Радость Радость Совершенно Аллилуйя То есть это Есть Но вот и Евангелие Иоанна Первая глава Мне очень нравится Этот стих Не так часто Почему то о нем Проповедуется Но 1.17 написано Ибо закон Дан через Моисея Благодать же И истина Произошли Через Иисуса Христа Две вещи Благодать и истина Произошли Через Иисуса Христа Так Давид Послушайся Папу Вот так и наша душа Закон дан через Моисея О благодати и истины Вот эти две вещи На днях читаю такую Значит Ну такая есть фраза Раньше ее не было Я в девяностые годы Двухтысячные Я не слышал такого слова Сейчас появилось такое Словосочетание Завершенная работа Христа Завершенная работа Христа Слышали? Да Завершенная работа Христа И такая фраза Раньше я не слышал По крайней мере Но вот она сейчас появилась Это учение о благодати Которое говорит о том Что все абсолютно Что все абсолютно уже совершено И нам нужно просто покоиться В этом совершенном То есть не Не надо То есть какие-то напряжения Там с чем-то сражаться С чем-то бороться И это работает И да У кого-то Ну по крайней мере С их слов Это работает И Благодать и истина Первое Благодать Было бы наверное Вообще Идиотизмом Что-то против благодати И говорить Потому что Благодатью мы спасены По благодати Мы обращены грехи По благодати Мы призваны То есть Благодать Это что-то не от нас Но дар Божий То есть То что К чему мы Не приложили руки Но Второй момент Истина И вот здесь уже Я лично верю Что Одной благодати Недостаточно Иначе Зачем Было бы написано Благодать и истина Благодать и истина Что такое истина Вот с благодатью Все понятно Я думаю Нету То есть когда мы говорим Милость Прощение Спасение И так далее Ну что такое истина 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 Как вот вы Кто скажет Пару-тройку вариантов Истина Истина Это то что Совершенно правильно Точный образ Непоколюбимо Непоколюбимо Знаете Я залез Вот В греческий язык И Самое лучшее Обозначение Слова истина Это подлинность Подлинность Настоящее 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 И полное То есть не часть Полное Настоящее Подлинное И полное То есть на сто процентов И это Иисус Иисус Истина То есть истина Это кто Он Кто Он Вот что такое истина Это то Кем является наш Господь Не какой-то Его Черты Его характера Или там его проявления А весь 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 Почему я сказал Вначале Вот 66 книг Библии У нас это все в одной книге Но Как мы говорим О Ветхий Завет Ветхий То что это Ветхий А где вообще в Библии Есть слово Ветхий Завет Такого и нету У Израиля не было Какого-то Ветхого Завета То есть там был Моисей и Пророки Называется То есть то что Моисей Пятикнижие В основном Тора И Пророки То есть не было Знаете вот как у нас Смотрите Это ж уже люди все Разграничили Ветхий Завет И Новый Завет Все вот Вот здесь заканчивается Здесь начинается Новый Завет И Что делают сегодня Вот христиане Мы как бы Христиане Говорят Нет это не для нас Ветхий Правильно я говорю Это вообще не про нас Но тем не менее Регулярно туда наведываются Выискивают И начинают это вот кушать Да там вот Всякие псалмы Девяностые Двадцатые У пророков Распространись Расшири Там эти боли шатра Оооо Аллилуйя Подожди а это ж не для нас Что ты сюда нос засунул вообще И второй вопрос Зачем таскать с собой Это надо оторвать Оторвать его надо Все Выбросить И ходить с Новым Заветом Зачем он нам нужен Если так вот дела обстоят И тут Петр И тут Петр такой пишет Представьте Петр Первая Петра Давайте прочитаем Новый Завет Первая Петра Или Ветхий Новый конечно И вдруг он пишет Смотрите Хо-хо Смотрите А где это написано Левит Ветхий Завет Ты че Петр Вообще Лепишь Лезешь Закон Тут Решил Да Задвинуть Мы Знаете Какой то в космосе Каком то сегодня Христиане живут У них не было Нового Завета Вообще Иисус и апостолы Опирались Когда говорили о слове О написанном О писании На Ветхий На Старый Завет На Первый Завет С Израилем Который заключен И никто из них В здравом рассудке Не говорил Это все фигня Все это не для нас Мы свободны Они постоянно на него Ссылались Как будто бы Знаешь Ничего не отменилось Потому что так и есть И вот истина Это 66 Книг Не 27 А все Вот от бытия До откровения Вот что мы назовем Подлинником Подлинником Поэтому Бог сказал Горе тому Кто Убавит Или прибавит У того Я убавлю Из книги жизни его Представьте Как это важно И вот когда Кто то говорит Я не знаю Как это Зачем такое говорить Это все Ветхий Завет Это все закон Закон да Имеет место Но это не все закон И Бог С нормальными Люди говорит Как с веткого Так и с нового Одинаково Вообще не проблема Ну вот Христианин Да Бог сказал Благодать и истина Благодать Все понятно А Давид говорит Псалом 100 стих 1 Милость и суд Буду петь Петь тебе Милость и суд А Псалом 96 стих 2 Правда и суд Основание престола То есть Если благодать Это больше Милости К праведности То Истина Ближе уже К суду Вот почему Истина не так сильно Популярна Как благодать Угу И вот Ну Петр Да что он нам говорит Я же вот Закрыл Да 1 Петра Мы считаем Он говорит Смотрите По примеру Призвавшего вас Святого И сами Будьте святы Во всех поступках И вы написано Будьте святы Подобно тому Как я свят Истина Истина Вот Иисус сказал Освяти их истины Евангелия Иоанна 17.17 Слово Твое есть истина Логос Логос Тогда не было Нового Завета Был только Ветхий Завет И он говорит Освяти их истины Твоей Слово Твое есть истина Истина Слово Твое есть истина Освяти Так мы освящены или нет? Истина это вся Библия Это весь Бог Вот Бог себя В 66 книгах Открыл нам То есть Я не говорю что Библия Это вот истина Но Бог себя показал Вот Если мы говорим Не мы только вот это теперь берем Значит вот эту часть Бога Мы выбрасываем И все он уже не такой Что за бред вообще Он тот же самый И вчера сегодня И вовеке Ой Бог такой жестокий Он такой и есть И в Новом и Ветхом Завете Ой Знаете я читаю Честно Я уже много лет читаю Библию Я не всегда вмещаю Бога Который здесь показывает Библию Я иногда думал Господи Зачем такая жестокость Вот иногда там реально очень жестоко Бог говорил поступать Израилю С другими народами Но это Бог тот же Который вот здесь написано Я люблю вас Отдал своего сына Тот же самый Ютей Вафей Который в Израиле Истребить весь этот город С женщинами С детьми Всех уничтожить Как вам такое Это тот же самый Бог Своего сына Отдает в жертву Это не какой-то другой Бог И вот это нам принять надо Иначе мы берем только часть И уже никогда не будем подлинными Мы берем только кусочек Удобный кусочек Я покоюсь в завершенной работе Христа Бог меня любит Что бы я ни делал Я спасен Аллилуйя Это правда Но это не вся правда Это правда Вот все что учат Учение благодати Является правдой Но не всей Потому что есть еще истина И смотрите Праведность и святость Есть разница между праведностью и святостью? То есть праведность это что-то что без нас было сделано Это Иисус в нас Мы ровным счетом ничего не можем дополнить или сделать от себя Наша праведность как грязная одежда Это дар Но святость это уже другое А Петр говорит будьте святы Такой момент Вот смотрите Я сейчас прочитаю Ефесянам 6 глава То есть если допустить Вот Все Завершенная работа Христа Нам вообще нечего добавить Мы все покоимся Вот в этом вот Совершенном уже То есть мы все по благодати Спасены Это же я говорю сейчас не ложь Правду Вот В нем мы Воскресли В нем мы посажены В нем мы прощены По разному или одинаково? Ну одинаково Там же не сказано Тебе больше прощу А тебе чуть меньше Юра прощу И вот мы все в нем Вот здесь вот находимся Тогда вот этот стих Лишен всякого смысла Шестая глава И мы говорим Вся слава Иисусу Находясь в нем Правильно? Что мы же ничего не сделали Никто из нас на кресте не висел Никто кровь не проливал За свои грехи Да и не помогло бы Но тогда вот зачем он это говорит Шестой главе Ефесянам Вот смотрите Восьмой стих Зная что каждый получит от Господа По мере добра Которое он сделал Равный Или свободный То есть здесь речь идет о какой-то награде Которая будет разная у всех Тогда простите За что нам давать награду Если мы ничего не сделали Тогда нам всем нужно дать Одинаковую награду Правильно? Вот уже Вот все сидят Вот так вот сейчас сядем Все мы покоимся Мы успокоились Да И И тогда что Всем дается Так Тебе там медалика Тебе 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 А здесь написано Каждый получит По мере То есть разная будет награда И он говорит Одному там Один город Другому Пять городов Третьему десять городов К чему это подводит Смотрите Филиппинцам 2.12 Совершайте свое спасение Страхи и трепети Это очень странно Потому что мы то спасены Правда? Или ты уже сомневаешься? Ну подождите Мы в процессе Да Здесь такая картинка Стоят хирурги В руках вот эти вот кишки одного Слушай, разбуди его Может он помнит Как там все это было В процессе главное дойти до конца Да? Раньше время не паниковать Да Смотрите И первая Петра Ох Петр Сегодня Я не знаю Вроде он такой всегда был Но вот сегодня Первая глава Где мы и были Смотрите Девятый стих Достигая наконец верою Ваше спасение души Аминь А о чем речь? Душа что? Получается еще как бы В процессе или? Ну да А что за достижения тогда выходит? Совершайте свое спасение Странно Странно Вот Я хочу что сказать Награды будут разные И награды будут по делу Не так А мне захотелось Славику там большую А леву поменьше Нет Там сказано По мере того что мы делали Соответственно Есть еще что то большее Чем завершенная работа Христа В которой мы спасены А мы то оправдываем Все что говорится о благодати И вот об этом сейчас Пару Вот моментов Праведность и святость В чем разность? Это разница между святым и освященным Есть разница? Есть разница? Между освященным и святым Смотрите Откровение 22.11 Святой Да освящается Еще Святой Да освящается Еще В первом В первом Петра что мы читаем По примеру Призвавшего вас Святого Знаете что люди говорят? Написано в евреях По сей то воле Освящены мы Единократным Принесением крови Есть такое? 10.10 евреям Да И люди говорят Все работа завершена Мы уже освящены Одним приношением крови Нам никаких больше не нужно Жертв Еще каких то там Вот 10.10 евреям И вот я сегодня залез сюда Залез Залазить опасно Там можно Остаться Остаться Так вот Смотрите Где Петр говорит Будьте святы Будьте святы И по примеру Призвавшего вас Святого И слово Освящены Оказывается слово святой И слово освященные Это разные слова В библии Разные Это не одно и то же Имеет значение В еврейском Греческом языке Слово святой Вот оцените разницу Святой Агеой Это греческое Это Посвященный Благочестивый И святыня Посвященный Благочестивый И святыня А слово освящать, освященное, я даже его не буду говорить, оно длинное по-гречески, ну, такое сложное. Это значит отделять для Бога, почитать святым, предназначать для Бога. Попробуйте уловить разницу. В чем разница? Разница в том, что первое, это как существительное, как качество, благочестивый. А второе, это уже как принадлежность. То есть, к примеру, человек приводит в храм, в Скинию, корову. Говорит, я ее посвящаю Господу на служение. С этого момента корова становится освященной, но она не становится святой коровой. Разница, видите? Видите, эта корова теперь не чья-то, она посвящена Господу. Она отделена от стада, от владения чего-либо. И она приносится в жертву. Но она не становится святой коровой. Так вот, мы, Евреям 10.10, освящены. Что с нами произошло? Мы отделены для Бога от этого мира со всеми своими потрохами, проблемами, тараканами, болячками. Ведь когда мы были отделены, не все сразу исцелились, и больше не хотелось никогда грешить, и больше ни одной дурной мысли не возникало. Да все это вместе, вот со всем своим багажом мы и были освящены. Мы перешли в принадлежность к Господу. Но вопрос святой, вот то, что Петр пишет, это другое немножко. Святой, а Георий, да освящается, вот Евреям 10.10, еще. Еще. То есть, Откровение 22.11 говорит о чем? О незаконченном процессе. Если бы Бог говорит, еще освящайся святой, значит процесс все еще продолжается. Если бы он был закончен, нечего было бы добавить. Нечего. И вся, вот это, знаете, я сегодня, когда так молился, я увидел Библию, о чем она посвящена? Она посвящена двум моментам. Проблемам человека и как Бог эти проблемы решает. То есть, вот как человек вляпался, и как всю эту дорогу Бог помогает человеку выбраться. Вот, ну как-то вот так это очень похоже. То есть, ведь, посмотрите, вся Библия, она работа с характером, работа с душой, с повадками, с нутром человеческим, с сердцем. То есть, процесс идет, идет, идет. И, смотрите, быть освященным, быть святым, это не одно и то же. Вот, на примере коровы, теперь вы знаете. Корова не стала святой, как Бог, от того, что она посвящена была. То есть, посвящение, освящение, о котором в евреях написано, дает нам возможность приближаться к Богу. Дает нам возможность, то есть, вот это рождение свыше, получение спасения. Но процесс все еще продолжается. И в конце будут награды в соответствии с тем, что мы делали. Христос в нас все еще растет. Растет. Мы еще растем. Смотрите, когда речь идет об освящении, очень часто, вот в Новом Завете, по крайней мере, те местописания, которые я вспомнил. Там, в 1 Фессалоникийцам 5.23. Сам же Бог мира, да, святит вас. По всей той воле освящены мы. То есть, идет речь о работе Бога по отношению к нам. То есть, это то, что делает Господь с нами. Но когда говорится о святости, здесь чаще такие, будьте святы, имейте святость. То есть, призыв уже к нам что-то делать. Видите разницу? То есть, освящение, как бы это вот, Господь осветит вас. Но когда говорит, будьте святы. Не то, что я сделаю вас святыми. Будьте святы во всех поступках. Подобно тому, как Он свят. То есть, освящение, это дело Божье. Благодать, это не от нас. Святость, это уже призыв к нам. Смотрите, сильно. Вот, я думаю, мне этот стих еще так не открывался никогда. Матфея, 23 глава. Не знаю, я лично радуюсь, когда какие-то стихи Библии оживают вдруг. То, что ты читал, читал годами. И пропускал, как просто, знаете, ну как паузы заполнять тоже ж надо в Библии. А в Библии нету такого пауз, которые просто заполнили рекламой. Матфея 23, просто вслушайтесь. 16 стих. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего. А если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. А если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые. Что больше, дар или жертвенник? Освящающий дар. Что больше, дар или жертвенник? Освящающий дар. Смотрите, дар. Дар, там может быть что угодно. Корова, голубь, что там, овечка. Мука. Зайчик не может, да? Не может. Нет, ты не чистишь. Зайчик не берем. Ну, там какие-то, да, вот голубки. То есть, может, курица как. Бывало, да? Но жертвенник, он один. Ну, да. Там нет уже каких-то вариантов. И вот жертвенник, это как истина. 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 Это то, что мы не можем выбрать сегодня курочку, а завтра овечку. Это уже Господь, Который не изменяется, Который иудхэй, вавхэй. Блок, слово из четырех букв. И это несколько глубже, чем просто птичка, положенная на этот жертвенник. И нас Господь говорит, будьте святы, как я. То есть, будьте точно такими, как я. Истинный мир. Истинный мир. Истина реально неудобная штука. Исход, еще один стих, их хватит. 29 глава. Истина. Исход. Исход. 29 глава. Смотрите, 37 стих. Семь дней очищай жертвенник и освяти его. И будет жертвенник святыня великая. Все прикасающееся к жертвеннику освятится. Аминь. Вот это да. Помните, они бежали к жертвеннику, хватались за него, чтобы их не побили. Там такие были ребята. Все прикасающееся к жертвеннику освятится. То есть, видите, сама жертва освященная. Какая ей за это благодарность? Никакой. Она освященная, потому что есть жертвенник. И вот благодать, это вот освященная жертва, коснущаяся жертвенника. Истина, это сам жертвенник. Сам жертвенник, который... То есть, смотрите, корова освященная, никого не освящает больше. Никого. Но жертвенник освящает все, к чему прикасается. Вот разница есть? Да. Вот освященная корова, которая освященная по благодати. Сколько таких коров сегодня в интернете, да? Барашек, баранов, козлов. Козлы, кстати, да, в жертву? Волковые. И вот он освященный, но он никого больше не освящает. Ничего не освящает. Но если мы жертвенник, то мы уже начинаем освящать. Вау. Это глубже и сильнее. Это более совершенное, ну как его называть, христианство или... Жизнь в вере. Что... На чем закончили? Освящение это больше вопрос предназначения, чем качество. Я освященный для Господа. Я посвященный для Него. То есть, я принадлежу Ему. Но это не делает меня святым изнутри в тот же момент. Но я когда-то давно, может быть, там не совсем духовно это звучит, давно я такое получил, что праведность, праведность, это его подвиг. Его. Но святость, это наш личный рекорд, который мы устанавливаем. И за который будет награда. Награда не за праведность будет идти. Одежды праведности написано. Но он за святость. То есть, Христос во мне. Насколько Ему было дано действовать, расти и иметь свободу. Или я просто, да, по благодати спасенный, как написано, как из огня головня. Потому что всю жизнь жил для себя, для своей удовольствия. В том числе и в христианских этих всяких штучках. Тоже искал. Поэтому на чем закончим? На том, что учение о благодати правильное. То, что учат эти люди, это правда, потому что это и есть в Библии. Но это не все. И половина истины, это целая ложь. Знаете, что у сатанистов есть 23 глава книги Откровения. То есть, их же 22 всего. Они дописали 23 главу в сатанинской Библии какой-то своей. И там они свое кино крутили. Так вот, такого у нас на это нет права. Нам это может нравиться, не нравиться. А у нас есть право только принять или отвергнуть это слово. Дополнить его, урезать, закрыть на что-то глаза, это нечестно. Поэтому к христианам сегодня вызов. Давайте перестанем лицемерить с Библией. Если Ветхий Завет, это не про нас, закрыли, забыли, выбросили. Все. Не надо туда лазить, знаете, лукаво так. Ой, благословить какой-нибудь, ой, господи, защита, защита. Провозглашаю. Я Господь, Целитель Твой. Что за лукавство вообще? Забыли. Нету такого имени, Господь, Целитель Твой, больше. Потому что Ветхий Завет, это не про нас. Или же надо принимать все или ничего. Вот и все. Вот они, 66 книг. Все Писание, что говорил апостол, о чем он это говорил? О Ветхом Завете. Все Писание Бога духовновенно и полезно для назидания, для обличения, для исправления, для наставления в вере. Да будет совершен Божий человек. Это вот о чем говорится. Не о Новом Завете, его не было в помине тогда. Иисус сказал, не знаете ни Писаний, ни силы Божьей. Заблуждаетесь, не зная ни Писаний, ни силы Божьей. Если читать Евангелие от Матфея, он на каждом шагу говорил, да сбудется Писание, да сбудется Писание, да сбудется. Он сказал, я не пришел нарушить, но исполнить. Это не значит, что мы живем теперь по закону. Да, мы не исполняем каких-то там этих жертв, потому что Иисус своей жертвой все эти жертвы заместил сразу. Но Библия говорит, вы сами как храм. Вот все, что в Израиле происходит в Скинии, в вас происходит внутри вас. Все эти жертвы и так далее. Поэтому это все для нас. Это не какой-то здесь странный, знаете, его называют ветхозаветный Бог. Что за бред? Что за глупости? Да. Тот же Бог, который Яхве, как это? Яхве, целитель как? Рафа. Любого Рафа. Яхва Рафа. Он же Господь Каратель. Накав. Яхва Накав и Яхва Рафа. Это один Бог. И у нас нету никакого права. Ага, этого берем, этого не берем. Это для Израиля Яхва Накав. Для нас Яхва целитель. Все, мы наконец разобрались, кто чей. Да, такая глупость. Всю овечку съесть надо. Полностью. Как он сказал, с костями, с внутренностями. Рожки и копыта. И копыта, все надо съесть. Шкурку, все, все. Неприятно, но надо и... Только весь Агнец является истиной, а не его филейная часть. Не шучу. Не, ну есть, конечно, фанаты, большинство любят филейные, но есть же такие, что любят и внутренности кушать. Но нам все нужно, и то, и то. Это не то, что там это хорошо, это плохо. Итак, истина, это весь Иисус. Вот весь Господь себя показал в 66 книгах. Вот Он себя открыл нам. Он, я верю, бодрствовал написанием каждой, лично. Тут не написано какой-то отсебятины. Моисеевская отсебятины, там, Исаевская, там, что-то назахотелось. Вот это настолько важно, что здесь нету никакой ошибок, отсебятины. Библия полна противоречий для кого? Для плотского ума. Он не может сопоставить вот эти два Бога. Яхва, Агапы и, значит, Инакав. Вы знаете, что, когда говоришь, а ты знаешь, в Библии есть имя Бога, и я Господь Каратий. Такие глаза у Христа. Вы че? Да ты что? Не может быть. Это вот тот же самый. Да ну, что вы придумаете? Да-да-да, есть такой неизвестный Бог, но он откроется весь. Почему люди его и не хотят вот это читать? Наклейте, на холодильник. Потому что, ну, вот у меня загладка лежит, то вот, смотрите, так, вот сразу попало. Исаия, 35-я глава. Возвеселится пустыня, сухая земля, возрадуется страна необитаемая, расцветет как нарцисс, правосглашаем это для России, для Украины, для Израиля. Исаия, великолепно будет свисти, радоваться, будет ликовать. Слава Ливана дастся ей. Аминь, Серёжа, аминь, аллилуйя. И тогда откроются глаза слепые, глухих ушей отверхнутся, хромой вскочит, как олень, аминь, Господь. И язык немого будет петь, это же песня уже. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Ибо промьются воды в пустыне, и в степи потоки шуба-дуба. Вот такие песни есть. Я не пою, знаешь, вот 35-я глава, такая она вся. Но перед ней идёт 34-я, в которую верующие не заглядывают, и ни одной песни, кроме Школы Христа, не сочинили. Ну так там же понимание ещё какое, что пророки должны ободрять, утешать, уничтожать. Так вот, слушаем 34-ю. Слушаем 34-ю. То есть тут мы говорим, Господь, да, глаза слепые отверхнутся, это поколение, Россия, Украина. Тут вот накануне, почему 35-я глава вообще имеет существование? Потому что была 34-я и 33-я. Ну так же далеко не ходить. Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда не сходит он на едом, на народ, преданный мной заклятию. Меч Господа наполнится кровью, уточнеет оттука от крови агнцев и козлов, оттука с почек овнов, ибо жертва у Господа воссой день мщения. У Господа год восьместе. Такое читаешь. Ну, для вас это уже нормально звучит, но для многих это какой-то шок просто. Это что, Бог? Вот какой-то кровожадный, какой-то как маньяк, да? А, на меч упился, а сейчас хочу. Мочить, мочить едома. Еще когда узнают, что кто такой едом, да? И потом, когда вот эти разборки, и там лешие какие-то, ну, все это написано. И потом вот это возвеселиться в пустыне, но не с пустого места. Поэтому пророкам им приходится тело иметь, и с этим, и с этим. А церковь, она должна быть пророческой. Поэтому благодать и истина. Не только благодать, но и истина. Не только истина, но и благодать. Освящение и святость. Я не хочу быть просто освященным грешником. Знаете, вот прощенным, освященным. Ну, вот, и вот ходить и довольство оценивать. Я хочу видеть Бога и Христа в самом себе. То, что не... Ну, это понятно. И сам по себе никто из нас этого не сделает. Но и... И просто лежа на диване, образно говоря, это тоже не появится. Не бывает победы без войны. Вот это Библия тому учит. Не бывает воскресения без смерти. Без распятия. А что вообще могла бы быть иметь место милость, если бы не было суда перед этим? Не было бы милости. Потому что не за что было миловать без суда. Поэтому... Что ты говоришь? Не, просто я так подумал. Люди толкуют о том, что, ну... Что истина в том, что благодать. Ну, можно посмотреть по-другому. И благодать в том, что это истина. То есть, в том плане, что люди доносят, что вот она истина. Это благодать. Просто, да, без благодати мы бы не получили доступа даже. То есть, вот взирать на славу, иметь откровение, иметь Духа Святого. Этого бы не было доступно. Но потому что мы были освященные в его крови. Мы знаете, как это назвать? Ну вот, грубо говоря, ты проходишь какую-то, я не знаю, медкомиссию, да? И тебе там вставят годен. Все, ты имеешь право идти и получать теперь, учиться на права и там получать права. То есть, освящение это как признание нас годными. Через Христа. То есть, мы получаем доступ вообще к истине, к Духу Святому, к общению с Богом. А дальше уже то, что происходит, это уже процесс совершения спасения. Почему люди не доверяют? Почему? Потому что после этого Иисус к нам, по сражению с Вышелым, всегда приходит к нам и говорит, ну, я воскрес, и он является нам в другом образе, в другом образе. И он упрекает нас и говорит, что почему вы не верите в мое воскресенье? Он упрекает нас. В чем нас упрекает? За неверие, за жестокое сердие, за то, что мы верим в его воскресенье. А не ходим по ослушанию, не лежим на жертвеннике, не горим огнем. С жестокого сердия и неверия. Думаю, близко так. И он говорит, я пришел к своим, и свои не приняли. Вот. Ну, вы не умрете, ребята. Ну, на войну Бог зрелый. Я имею в виду, в том месте, если не в положенном месте, никто из нас не умрет. Потому что ни один Пророк не умрет ни в своем предназначении. Правильно, правильно. Ну, можно, да, можно так сказать, что можно, там, не знаю, получить права и никогда не ездить на машине, да? Да. То есть можно, ну, быть спасенным, но не принести плодов жизни. Да. То есть для Христа. И вот этот вот стих «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», он говорит о каком-то преодолении, которое придется тем, кого Бог называет победителем, проходить. То есть «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Значит, где-то даже придется заплатить, да, своей жизнью за то, чтобы остаться верным Богу. Потому что, вот мы читали этот, вот этот стих, смотрите. Сейчас, 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 где ты, где ты, где ты? В Петра, да, сейчас еще буквально на секундочку я загляну туда, смотрите, в первом Петра, и помолимся мы. Сейчас, 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 сейчас. Нет, это все-таки я филиппинцам прочитаю. Потому что я не прочел. Вторая глава Филиппе. 12 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моего, но гораздо ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом, совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Тут не одного намека, что это мы сами что-то должны сделать. Бог творит это через нас, но это все еще происходит и совершается. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты открываешь эти вещи нам, своим детям. И мы молимся, чтобы это слово было растворено верой, чтобы оно не осталось просто информативной какой-то частью. Мы молимся, чтобы Твоя духовная энергетика, она помогла нам погружаться еще глубже в Твою святость, в Твою славу, познавая Тебя, чтобы в нас отображался Христос. Ты дал эту апостольскую цель для церкви, чтобы церковь возрастала в меру полного возраста Христа, чтобы не были более младенцами. Мы молимся, Господь, чтобы мы, Твой народ, Твоя церковь вырывалась из младенчества, из поверхностности, из этого примитивизма, в котором мы живем сегодня и не копаемся, не пытаемся понять больше, глубже. Ты сказал, что пророки они изучали и изыскивали, исследовали, углублялись, копали. И мы молимся, чтобы нам копать и углубляться, чтобы наше основание было не на песке, не на каких-то только проповедях чьих-то или учениях, но на истине, на скале, чтобы мы, как апостол Павел, могли сказать, я от самого Господа принял то, что вам передал. Учение не мое учение, но, Господь, слава Тебе, Господь. Благодарим Тебя за Твою кровь, за то, что мы по благодати Твоей спасены через веру, Твой дар. Мы благодарим, Господь, что благодаря этому дару в нас излился Святой Дух. И также мы молимся, чтобы нам принести много плода, чтобы для Тебя, для славы Твоей потрудиться в этом теле, живя в этой жизни, принести много плода, чтобы не осуетиться, не быть погруженной в заботы, но приносить плод для Тебя в каждом дне, в каждом теле. В каждой битве пусть прославится Твоя благодать, Господь. Пусть прославится Твой вечный мудрый замысел. Да святится Твое имя, Иударя Иванович. Мы поклоняемся Тебе, Святой. И да будем мы святы, подобно тому, как Ты, Ты свят. Аллилуйя. 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 Слава Тебе. Аллилуйя. Отображайся в нас, Иисус. Отображайся в нас, Господь. Керамош. Чтобы было, как написано, уже не я живу, но живет во мне Христово. Благодатью Божией я есть то, что я есть. И благодать Его во мне нетщетно. Слава Тебе. Слава Тебе. Аллилуйя. Аминь. 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 Аминь.